идем гулять в парк есенина выгуливать челсика сегодня у нее свой день рождения целых два года она живет у нас какая тень от нее так что два года как петербурженка да челс погода у нас шикарная 10 октября 2022 года давно я не была в парке есенина осень красота и зайц наш папа скакал а тут мама идет привет чё мой любимый парк пришли который мне очень дорог типа что я тут месяц проработал ну-ка расскажи в качестве уборщицы парк дворника короче говоря деньги мне были нужны это когда я в лондоне была зарплата журналист это небольшая но в лондон полетать хочется поэтому я взяла подработку убирать парк я в парке есенина я убирала целый месяц пока не слегла челсик пошли мы ушли пока пока не взяли челсику одежку какую-нибудь яркую на желтом фоне она как всегда теряется сейчас мы ей что-нибудь завяжем или мой галстук или еще что-то мама найдет у себя сумки решили все-таки наш мой платочек повязать чтобы хоть и увидеть в лесу ой какая моншер француженка нации не до нас конечно новый лес что-то такое интересное а мышек как мы любим ловить докопать точно охотничья по дэнга ой какой бантик прямо как у именинницы только смотри не потеряй пошли я же ходила убираться тут собаками собаками и чтобы не гулять я и брала с собой а чтоб они не убежали их между собой поводками когда друг другу привязаны им далеко не держать они за дерево зацепляют им так нравилось они тут просто счастливы когда эту работу вынуждена бросила очень расстроились смотри копается там все пошли хоп 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 какая красота побежала иди на поводок стоп стоп челси стоп ну хоть стоп иногда слушаешься совсем одичала в лесу-то побежали на поводке она хорошо ходит растерялась потому что много дичи здесь видимо унюхала да так ты тут перейдешь мы как всегда по бездорожью как всегда по бездорожью но какая красота обалдеть вот чем надо сейчас наслаждаться что радует глаз вот там в общем как я сюда попала где-то увидела объявление что парк есенина требуется человек который будет убирать мусор работа три-четыре часа в день в общем уберешь весь парк и свободен а мне нужны были деньги на билет до лондона зарплаты журналисты небольшая а тут обещали 15 тысяч в месяц а за зарплаты журналисты сколько было у нас по разному отдельная ну хотя бы 20 то есть только же сколько и дворник но тем не менее мне в газете работать очень нравилось и у меня и начальник был хороший и сам процесс мне нравился и так далее а это что еще из дома все писать все статьи посылать по ней ну ладно но решила подработать сколько выдержать в мае кажется я пошла короче выдержала только месяц после чего у меня отказали ноги потому что почему в течение трех-четырех часов и подбирать все вплоть до окурков как я дурочка скирла делала хотя это не надо было делать тот еще труд у меня отказали коленки последний день сходила уволилась получилось и 15 тысяч где-то с месяц я проработала и на этом моя подработка закончилась ясно но на билет кстати до лондона мне как раз и назад мне как раз так как мы тут перейдем так он туда мы вон пошли до по тропинке ой чего это такое это листики что ли проросли или это из листьев нет а это листики растут что растет фу не трогай тогда так то есть ты накопила да нам на лондон ну да тогда я помню за 10 лет ранее брать за 15 это максимум я 18 максимум до лондона и обратно платил 23 раза в год подрабатывала уборщицы ну а я в лондоне подрабатывал уборщицы чтобы жить в лондоне вот так вот на люди не гордые с высшим образованием а некоторые даже стремя да 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 кстати расскажу насчет высших образований историю ну ладно давай на озеро по и придем так так и мы уже почти дошли есенин в честь которого назван парк ну давай стихи до стихи есенина ну-ка процитирую что-нибудь все пройдет как с белых яблонь дым дальше как раз про увядание золотом охваченный и молиться не учили не на улыбке к старому с братом больше нет дальше ты жива я не хочу ты жива еще моя старушка живи я привет тебе привет сергей есенин цветы кто-то положил пошли челсик сейчас челсик уточек увидишь и тебе понравится тут вот смотри кто там плавает уточки уточки кря 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 разговаривают чё-то она как-то на уточек не очень реагирует чё там они разговаривают с тобой кря 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 говорят да челс а где мама главное маму не потерять вот там еще один бегает джек рассел челс давай я тебя отпущу допустим попробует что такое вода идем кто там уточки внутри сколько их много челсом пошли тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык и к мамке почти почти к мамке пошли иди сюда в общем вот в этом примерно районе озера я когда убиралась подбирала там все в мешок черный большой А мимо шел класс, ну не класс, человек 12-15 на экскурсию, что ли, с учительницей. Ну вот я наклоняюсь, что-то там собираю и слышу, она говорит, вот дети, смотрите, если вы будете плохо учиться, вы будете, как эта тетя, все время работать дворником, убирать мусор и больше ничего вас не ждет. Мне так стало обидно, не то что обидно за себя, я-то знаю, кто я такая. Ну, что такое вот отношение к людям труда получается, что если ты, ну, если ты дворник, то ты никто. Я думаю, да. У нас так. Хотелось подойти ей, сказать что-то, ну, пока я соображала, думаю, ладно, они уже ушли. Короче говоря, вот тебе и высшее образование, которое ты имеешь высшее образование, ты выучился, ты учился хорошо. У меня и в школе там, в аттестате всего 2-3 четверки, и в дипломе почти красный. Какое у тебя высшее, скажи? Я инженер-экономист автомобильного транспорта, работала и в автопредприятии, потом в мэрии, в транспортном отделе. А потом так судьба повернулась, что я перешла в журналисты, ну, занималась, им нужен был человек, который аналитику делает. Вот. И вот тебе высшее образование, и зарплата такая, что приходится подрабатывать в качестве дворника. Все бы это можно было высказать учительнице, наверное, стало. Но обидно, конечно, что детям так пропагандируют. И, кстати, я тут в этом парке, благодаря этой работе, потеряла свой новый мобильный телефон, который ты мне только что подарил. Выпал из кармана. Который мне в Рео новостях дали? Да. Вот. Так же и ты с тремя высшими образованиями. Фотокорреспондент. Ну и что? Ну а для чего бы учиться? Нет, ну а училась я для того, чтобы жить в Лондоне? Так-то мне нафиг не нужно. Не, ну просто я вот у учительницы вспоминала. Будете плохо учиться, не поступите в институт. Испугала. Дети все оглянулись на меня, посмотрели так, с жалостью. А ты бы им показала фигу или что-нибудь там? А я думала, я на билет до Лондона собираю. Да, ну недолго я проработала все-таки физически. Сколько месяцев? Закалки нет. Да, 15 тысяч мне дали. О, полетели. И она мне сказала, кто там она у них. Прораб или кто, женщина. Ну, не знаю. Которая меня нанимала. Говорит, а тут никто долго не держится. Ну правильно, парк огромный, тут надо, наверное, три дворника, а я одна все убирала. Остальные, наверное, они себе в карман клали. В штате-то, наверное, было два, три, четыре, не знаю. Короче, все как обычно. Да, как всегда. Ладно, не буду. Когда уж изменится в нашей стране все на новый лад? На новый лад. Надеюсь, что скоро. Живыми бы остаться. Ну, если останется, останемся, значит, все изменится. А нет, значит, нет. Осень настала, холодно стало. И не продолжай. Это сидит как в домике. А в домике? В беднике. Кто там спрятался в домике? Поплыву-ка от греха подальше. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Где бы мячик? Кто тут? Кто тут пи-пи-пи-пи? Вот если бы ей бросить туда мячик, она попала. Кто тут пи-пи-пи-пи? Вот интересно надо было бы посмотреть. Кто так? Где уточки? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Там, ушек, найди какую-нибудь или веточку большую. Я ей брошу. Челсик. Челся, на. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Смотри. Хулиганка уже палочку всю мою сломала. Все сломала. На. Все порвала. Молодец. Ой, хорошо сидим. Далеко глядим. Небо голубое. Дом круглый. Дом круглый. Кстати, да, тут сколько тысяч человек живет в этом круглом доме? Это, по-моему, единственный круглый дом. Абсолютно круглый. По крайней мере, в Невском районе. Ну, ладно. На, 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 на. Челся, тяни меня. Давай. Давай. Подожди. Раз, два, три. И еще раз. Раз, два, три. О! Все. Справились. А идем сфоткаемся еще? Сюда. К ноге. Дом не видно. А зачем нам дом? А, дом. Ну, с той стороны еще сфоткаемся. Та-дам! Ну, пошли домой. Там беседка еще какая-то на горе. Ну, что, Челсик? Уточки тебе понравились? Ну, рябина так же красивая какая. Вообще, краски осени очень красивые всегда. Краски красивые. Утка. Я только это поняла. Нет, ну, просто, когда смотришь... О, наши тени с тобой. А-ха-ха-ха! Утка ржет. Мы там опять... А, пройдем? Вот туда? В окей? Нет, я не пойду в окей. Вот, смотри, какой маленький Джек Красл. Хочется пообщаться. Ой, такой какой хороший. Ну, все, разошлись. Вон еще какая собака. Собака-балабака. Не бойся. Как-то так остерегается Челсик. Вон рябина. Что-то она черная такая. Черная рябина. А вот еще один... И что? Одно озеро. Ну, это не озеро, это река. А, это Акервиль? Женщины кормят голубей, уточек. И тут такой хищник Челси идет. Да ладно. Ну, что, уточки понравились тебе? Смотреть можно, трогать нельзя. Да? Молодец. Молодец. Все, пошли тогда. Пошли дальше. Спасибо. Спасибо.